Наш разум не имеет пределов, за исключением тех, которые мы сами ему ставим. Цитаты Наполеона Хилла, которые вдохновят вас и заставят задуматься. Последние три вдохновят вас сильнее всех. Неудача – это хитрая и лукавая проказница с несколько своеобразным чувством юмора. Она в восторге, когда ей удается столкнуть человека с пути в одном шаге от настоящего успеха. Все достижения, все состояния начинались не более чем с мысли о них. Когда страстное желание направляет все ваши силы на то, чтобы победить, вам не нужны пути к отступлению. Победа предопределена. Человека нельзя победить до тех пор, пока он сам не признает свое поражение. Доказано, что мысли материальны, а в сочетании с определенностью цели, настойчивостью и жгучим желанием реализовать их в материале, реальном благе, они – сильнодействующие факторы. Успех находит того, кто ищет его осознанно. И наоборот, неудачи просто подстерегают тех, кто панически боится столкнуться с ними, позволяя проникнуть в свое сознание мыслям о поражении. Запомните, надежда – это обязанность, а не роскошь. Надеяться – это не значит мечтать. Надеяться – это означает превращать мечты в реальность. Благословенны те, у кого есть мечты, и кто прилагает все усилия к тому, чтобы эти мечты осуществились. Цель – это критерий любого достижения, большого или маленького. Сильный человек может потерпеть поражение от слабого ребенка, если у того есть цель. Переключите свои мысли на значимость ваших задач, и вы сможете добиться того, что кажется невозможным. Человек настолько велик, насколько это допускает его разум. Воображая, с закрытыми глазами, деньги, которые вы намереваетесь приобрести, постарайтесь увидеть мысленным взором те услуги или товары, которые вы собираетесь предоставить взамен на деньги. Это важно. Всякий, кто хочет выйти победителем из любого предприятия, должен решиться сжечь корабли и отрезать все пути к отступлению. Только в этом случае можно обрести то состояние разума, которое известно как страстное желание победить, столь необходимое для успеха. Каждый человек, достигший возраста, когда начинают понимать предназначения денег, хочет иметь их. Но обычное желание не принесет богатства, только страстное, непреодолимое желание, которое становится навязчивой идеей, руководящей всеми планами, действиями, целями и проявляющейся с той настойчивостью, которая полностью исключает возможность поражения, только такое желание принесет богатство. Запомните, для того, чтобы достичь высот, требуется не больше усилий, чем для того, чтобы смириться с нищетой и страданием. Насколько же интереснее была бы жизнь людей, если бы они ставили себе определенные цели и полностью отдавались желанию достичь их? Имейте в виду, богатство не отзывается на простое пожелание. Оно приходит на зов сильного желания, подкрепленного конкретным планом действий и постоянной настойчивостью. Если думаешь, что побежден, ты побежден. Если думаешь, что нельзя, тебе нельзя. Если хочешь победить, но думаешь, не смогу. Что ж, уступи другому дорогу. Если думаешь, что проиграешь, ты уже проиграл. Ведь в жизни все устроено так. Успех начинается с желания. Ключ к нему разума состояния. Думаешь, что пропал, ты на дне. Хочешь подняться ввысь? Думай о высоте. Первым приходит лишь тот, кто уверен в себе, кто действует, а не ждет. В жизненных битвах отнюдь не всегда побеждает сила и быстрота. Бывает и чаще случается так, что побеждает чудак, который думает, что может это сделать. Перед тем, как человеку на его пути встречается настоящий успех, он обязательно сталкивается с временными преградами, поражениями, возможно, неудачей. Когда поражение застигает человека врасплох, самый легкий и логичный выход – сдаться, что и делают большинство людей. Кто много говорит, мало делает. Если вы будете говорить больше, чем слушать, то, во-первых, меньше узнаете полезного, во-вторых, неизбежно сдадите свои планы людям, которые с истинным наслаждением воспользуются этим, чтобы посадить вас в лужу. Люди ведь очень завистливы. Я проинтервьюировал 500 человек из числа наиболее удачливых, кого когда-либо давала миру Америка. Так вот, все они говорили, что самая сумасшедшая удача приходила к ним за шаг до поражения. Как напоминание, напишите себе крупными буквами и повесьте на видном месте хотя бы такое высказывание. Что можешь – миру расскажи, но прежде – покажи. Или такое – человек ценится не по словам, а по делам своим. Не в деньгах счастье, но именно деньги помогают обрести счастье, долголетие, наслаждение и душевный покой. Истории крупных состояний имеют много общего. Так, все их владельцы принимают решения на лету, но крайне медленно и осторожно их меняют. А все без исключения неудачники похожи друг на друга в противоположном. Они крайне медленно принимают решения, зато меняют их быстро и часто. Если вы не верите в сотрудничество, посмотрите, что происходит с повозкой, потерявшей одно колесо. Спрашивайте совета у тех, кто скажет вам правду о вас, даже если вам будет больно ее слышать. Пустая похвала не способствует развитию и самосовершенствованию. Делайте больше того, за что вам платят, и вскоре вам будут платить больше того, что вы заслужили. Об этом позаботится закон возрастающей отдачи. Те, кто страдает от нищеты и всевозможных несчастий, попали в неблагоприятную ситуацию, вследствие внушения отрицательных эмоций, по той простой причине, что абсолютно любые мысли имеют способность материализовываться.